Богемская рапсодия Богемская рапсодия Богемская рапсодия Богемская рапсодия И бас берется, вешается А потом ответная часть Если кому-то неудобно октаву играть Что внизу, что вверху Можно одной нотой Ну то есть в принципе это будет тоже звучать Соответственно дальше, после вот этого аккорда Мы просто переносим вот эту нотку сюда И получаем соль минор Фактура та же Средняя, нижняя, средняя, верхняя Только здесь уже Ля, сон Второй раз Ля, сон Теперь мы переходим к до минору То есть где вот эти две штучки Две чёрные, да? Вот в этой области Видно, да? Как аккорд строится Та же фактура Средняя, нижняя, средний, верхний Ре, то И второй раз И здесь нужно со словами Чтобы ориентир был Ну не со словами, а хотя бы напевать То есть получается То, что мы уже Давайте закрепим то, что я уже показал Второй аккорд Еще раз Он повторяется И приходит в фа мажор Вот в этот, ф Да, аккорд ф И здесь получается Приходится нам не лезть наверх Переброс делать А оставаться На до А потом Фа Вот так сыграть Понятно, да? То есть там был Последний раз, когда мы играли До Вот это, да? А потом Еще раз До И фа И заново Абсолютно полный повтор Почти И вот здесь Мы уже не делаем переброс Для того, чтобы Так скажем Усугубить Вот это вот состояние Вот эту аранжировку Мы просто здесь давим На вот эти вот Как будто вот Четверти Вот эти Половина Отстукиваем Что здесь было? Здесь был До минор И хроматическая Нисходящая У нас вот Басовая линия Которая Собственно Внутри аккорда У нас повторяется И под конец Два аккорда Это получается У нас Соль диез Мажор И как бы До минор Который и был Но только Ну У него вот эта нотка У соль мажора Спустил сюда И образовал До минор Но по факту Здесь Бас Видно соль Еще раз Вот такая связочка И уже пошла выше Видно, да? Аккорд у нас получается Обращение от Ми Бомоль Мажора Иначе его еще называют Е Бомоль Мажор Да? Е Бомоль Тоже хроматический проход Такой Смотрите Бас Вот эту нотку За собой тянет Видно? На полтона А потом В чистый до минор СМ Переходит Видно, да? Ну, на самом деле Я показываю вам Вот такими пальцами Но мне это удобнее, конечно, играть Ну, так скрытно получается Тогда непонятно, что я играю Поэтому приходится Показывать вам Вот такими пальцами Вот к такому приходим И потом Опять вот эти хроматизмы Только уже от Фа минор Ф М Видно? И снова С которого начинали Его обращение Да? Нормальное Да, есть полное Я здесь играю По сути Вот такой вот Фактурой Получается Чтобы нагнетания Такое было больше Но иногда Я применяю Для тех, кто может Но для тех, кто не нужно Не может это сделать Я просто обращение Иногда беру Это еще более пафосно Получается Раз, два, три, четыре Можно так Раз, два, три, четыре Или раз, два, три Лучше Раз, два, три, четыре Так проще запомнить Еще раз Хроматизм от И вот это И переходим Тоже опять хроматизм То есть берет Очень частый здесь прием Получается Мы берем аккорд И один из его звуков Просто начинает шагать Мы уже даже делали Такую связочку И снова приходим В СМ И тут переходит Другой тональность Два аккордика Видно, да? Это получается Можно назвать его Ля, бомоль А, бомоль Минор А, бомоль, М И переходим Е, бомоль Просто И чтобы обратно Вернуться в тональность Из которой мы ушли Делаем такой вот переход По полному трезвучию Мимажорному Вот оно Да? Опять здесь хроматизмы идут Идет вот такая терция Потом ответная нота Верхняя Она никуда не девается А вот терции Идут По хроматизму Видно, да? Через вот эту нотку И получается Ну, на самом деле Вот это вот Вот это вот сложно будет сыграть То есть надо потренироваться Видно, какие я пальцы беру? Первый, второй Третий А потом вторым и четвертым И переносим руку вот сюда И за Давайте я сейчас Оставшееся время Сыграю именно медленно То есть прямо Чтобы можно было Посмотреть И даже, может быть Сыграть вам в таком же темпе Когда уже вы чуть-чуть подучите Каждое место в отдельности То есть Ваша задача На вот эти нарезанные отдельные кусочки Поотрабатывать Отдельно это Отдельно это Отдельно это А потом Их начать склеивать Медленно-медленно И вот эту склейку Я, по сути, покажу Как это все вместе И потом перематывать записи Вместе со мной играть Давайте Раз Два Три Четыре И там На 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 хроматизм Пошли И два аккорда из друга на внести. И снова. Вот такая непростая, в принципе, кажется, но уже когда сядете за пианино, вполне реально можно вот каждое по кусочкам отдельным разобрать, и получится у вас целый такой вот отрывок, очень шикарный. Всё. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Собственно, до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok